Здравствуйте, с вами Азатых, в студии Елена Нечаева, и сегодня у нас в гостях правозащитник Камиль Рузиев, который уже много лет борется за права тех, кто столкнулся с насилием, пытками, беспределом правоохранительных следственных органов. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы сами уже два года находитесь под следствием. Напомню телезрителям, что вас обвиняют в подлоге документов, в мошенничестве, и начали вас обвинять именно тогда, когда вы боролись с ГКНБ и с МВД. Расскажите, пожалуйста, на какой стадии сейчас дело, за два года хоть кто-то, хоть что-то смог ли доказать, почему так долго, и вот за эти два года с какими нарушениями в свой адрес вы столкнулись? Нарушений было очень много со стороны ОКМБ, КРП Сокольской области, по фактам незаконного задержания, по фактам применения пыток в отношении меня, угроз, недопуска адвоката во время следствий, плохих условий содержания, и по настоящее время не мог найти даже мое обращение на имя уполномоченного омбудсмена по Сокольской области Томаеву. И дело было передано в суд без изучения уголовного дела, без предоставления обвинительного заключения. То есть направили в суд дело абсолютно с нарушениями моих конституционных прав и процессуальных прав. Об этом мы говорили неоднократно, об этом мы и писали. И суд по настоящее время находится в Каракольском городском суде, то есть на первой инстанции, где пока не могут принять окончательное решение. То есть суде передают от одного к другому. В прошлом году, 4 августа 2021 года, во время последнего судебного процесса, который должен был завершиться, меня похитил сотрудник УВД Сокольской области, зная, что у меня процесс, несмотря на мои возражения, сопротивления, вывезли меня в Аксуйский район, и был умышлен сорван судебный процесс. Даже пошли на то, что отключили свет в Каракольском городском суде. А вам сложнее вести свою правозащитную деятельность в таких обстоятельствах? Конечно. Дело в том, что я должен являться в суд как подсудимый. В случае неявки они могут изменить меру пресечения. И это очень, будем так говорить, мешает моей правозащитной деятельности, потому что суды длятся уже второй год. Кого вы защищаете в данный момент? Ну, мы продолжаем защищать жертву насилия и пыток Сталаса. Карея Рабекова, которая была изнасилована тремя сотрудниками судебной системы в 2013 году. В 2015 году она была повторно изнасилована. Буквально недавно мы обращались повторно к генеральному прокурору. Дважды было прекращение. Суды принимали решение о том, что нет состава преступления. Выносили приговор оправдательный в отношении сотрудников. Ну, хорошо, что через Верховный суд добились и направлено, к большому сожалению, снова в Талас, где творились очень большие процессуальные правонарушения в отношении жертвы, куда она тоже не может ехать, потому что после второго изнасилования она вынуждена была бежать в Бишкек и в настоящее время проживает здесь, с двумя детьми. Мы были у прокурора, просили о том, чтобы дело все-таки вернули на доследование в МВД Кыргызской республики. Есть еще пыточные дела, которыми мы занимаемся, по незаконным задержаниям к нам обращаются. И также мы продолжаем вести дела по грубым нарушениям прав женщин и девочек с кражей, с похищением, с целью принуждения брака. Это в Караколе продолжается наше дело. Вы принимаете участие в судебных процессах и в регионах, и здесь, в Бишкеке. Есть ли какие-то отличия? Где это может быть сложнее, где это проще? В регионах это сложнее, потому что правоохранительные органы знают АнПО, знают правозащитников, и идут давления, когда начинают защищать чьи-то права. Это ощущается на всех стадиях, вплоть до того, что следственные судьи при обращении за восстановлением нарушенных прав и свобод принимают обычно в сторону правоохранительных органов. Мы неоднократно обращались и по своим делам в следственные судьи, на которых была надежда. Но, к большому сожалению, и следственные судьи Каракольского городского суда, и коллеги принимали все решения в пользу правоохранительных органов. Это не очень хорошо. В части того, даже, что мы признавали незаконным мое задержание, незаконным мое выдворение, то есть меня выдворили в изолятор временного задержания, как свидетеля, не предоставив постановления и уведомления о подозрении, что я совершил преступление. То есть, получается, я правильно понимаю, что в регионах нарушений прав гораздо больше? Да. И доказать это, и как-то бороться с этим сложнее? И намного сложнее. Именно поэтому очень мало правозащитников, очень мало правозащитных организаций в регионах. А как вы думаете, почему это происходит? Ваш случай, честно говоря, можно назвать абсурдным, да, обвинение в ваш адрес. Недавно такой же подобный абсурдный случай с обвинением произошел в Казахстане с нашим гражданином Викрамом Рузахуновым. Вы наверняка слышали, да? Как вы это можно прокомментировать? Можно ли говорить о том, что такая проблема работы правоохранительных органов, она есть во всем регионе, а может быть и во всем мире? Ну, пытки применяют везде. Ну, смотря как и насколько это прямо все это делается, и каким образом, и со стороны кого. И насколько работают правозащитные организации по выявлению пыток и реагированию органов власти, которые обязаны защищать права и свободы человека. В этот раз получилось так, что благодаря средствам массовой информации, активистам, которые работают в социальных сетях, и органам власти Рузахунов был возвращен живым. Этому надо радоваться. Но факт то, что после освобождения его из места заключения, люди, получив страх, получив большие давления, стресс, они боятся дальше продолжать защищать свои права, восстанавливать свои права. В этом должны помогать активно государственные правозащитные организации. Вчера по данному вопросу я беседовал с руководителем аппарата Амбудсмана. Он сказал, что активно сейчас работает с Амбудсманом Казахстана по этому вопросу ежедневно. И предлагали вплоть до того, что будут помогать Рузахунову. Потому что там есть заявление брата Рузахунова, который писал на имя Амбудсмана, жалобу о том, что приняли меры. И мне пообещали, что сегодня генеральная прокуратура даст ответ о том, насколько отреагировал Кыргызстан по данным грубым правонарушениям, по применению пыток, по незаконному задержанию Рузахунова. То есть наша генеральная прокуратура Кыргызстана должна была возбудить уголовное дело. Вот мы ожидаем этого сейчас. Он потом же объяснял, что произошло, и сказал, что пыток не было. Общественность немножечко сомневается в том, что пыток не было. Общественность увидела, во-первых, ее фотографию с гематомами, прямо подтверждающую применение пыток. Обычно люди после пыток ведут себя таким образом, когда договариваются с кем-то из правоохранительных органов. Но этого не должно быть. Во-первых, многие не понимают, что такое пытки. Они позволяют пытать себя. И вот таким образом, уходя в сторону, говоря о том, что не было пыток, что он обманул правоохранительные органы Казахстана для того, чтобы остаться живым, мы понимаем его состояние. Но сейчас должна принять меры в рамках закона Генеральной прокуратуры Кыргызстана. Говорят, что количество пыток снижается, но они перешли к другим методам пыток, как к психическим давлением. Это намного сложнее. Когда угрозы идут словесные под любыми предлогами, когда людей угрожают, говорят что-то сделать, могут, если он не подпишет, если он не признается, люди боятся. Бывают, применяют различные методы пыток, как целлофан и так далее. Одевают на голову пакет, не пропускают воздух, не дают доступа. Различные методы, где не видны следы гематом. То есть нет физических пыток, но люди признаются, и это является психическими пытками, давлениями. Даже когда уже и гражданское общество подключается, и СМИ подключаются, и международные организации подключаются, и открыто заявляют, что требуют что-то. Почему это все равно не работает на нас? Это зависит от системы. Насколько есть в Кыргызстане политическая воля. Я не слышал, чтобы министр МВД Кыргызской республики говорил, или издал свое распоряжение, приказ о том, что не должно быть пыток. Этого не было до сих пор. Хорошо, что генеральная прокуратура издает указы, распоряжения есть, по противодействию пыткам. Но было бы хорошо, если бы все органы издавали такие распоряжения, указания своим сотрудникам, что нельзя применять пытки в отношении задержанных. Недавно вышел отчет Human Rights Watch, организации, которая отслеживает ситуацию с правами человека во всем мире. Уточню для телезрителей, что рассматривался именно 2020 год, а не 2021. Основные моменты, которые там были отражены, это смерть Зимджана Аскарова, подкупы на парламентских выборах, гендерное насилие, законы, которые принимались об НПО, и так называемый закон о фейках. Лично для вас в 2020 году какие события стали знаковыми, показывающими всю плачевность ситуации защиты прав человека? То, что меня задержали дважды незаконно, несмотря на то, что все эти вопросы были рассмотрены судами первой и второй инстанции, я на себя испытал. Это хорошо, когда мы защищаем жертву пыток всеми силами, пытаемся защитить его от пыток, пытаемся привлечь тех людей. Но когда самого правозащитника привлекают к уголовной ответственности из-за его правозащитной деятельности, это не так хорошо. А вот из перечисленных в отчете событий, что бы вы делите? Да, дело в том, что в настоящее время мы продвигаем также права женщин и девочек. Очень много было заявлений по проступкам, по факту применения насилия в отношении женщин. И все эти дела прекратились. Это не очень хорошо. То есть те люди, которые писали заявления, которые продвигали все через следственные органы, все это прекращено в связи с декриминализацией. В связи с тем уже нет кодекса о проступках. Есть кодекс о правонарушениях, и все это прекратилось. И люди будут вынуждены обращаться в гражданском порядке в суде для того, чтобы защитить свои права. Это не очень хорошо. Государство должно защищать в первую очередь, не обременять своих граждан. То, что были вынесены законы о фейках, то, что с этого года будут неправительственные организации отчитываться по дополнительным статьям. Это тоже нехорошо. Это давление на неправительственные организации, на НКО. И будут, возможно, закрываться в итоге в связи с применением этих законодательств многие неправительственные организации, некоммерческие организации. А их надо развивать. А Кыргызстан все еще остается островком демократии? Хотелось бы. То, что мы теряем парламентаризм, это говорит о том, что не совсем хорошо в этом отношении. То, что наши депутаты голосуют дважды по данному вопросу, это тоже нехорошо, когда меняют свои мнения. Это говорит о том, что у нас слабый парламентаризм и что можно повлиять на ее решение любыми путями. А вот в сфере прав человека в Кыргызстане с каждым годом улучшается ситуация или ухудшается, по-вашему мнению? Ну, то, что не восстановили, а до сих пор нарушены конституционные права и свободы по факту смерти нашего коллега Зимжанова, это говорит о том, что не совсем хорошо. Это происходит длительное время, и мы его потеряли в закрытом учреждении. Это говорит о том, что наши власти не принимают те рекомендации международных правозащитных организаций и не исполняют законодательство в рамках закона и в должной мере, чтобы восстановить права каждого и свободы каждого человека. Сейчас мы поменяли конституцию, и президент Кыргызской республики является гарантом конституции. И не только конституция, а прав каждого человека и свобод каждого человека. Это говорит о многом. Каково работать правозащитником в Центральной Азии? И есть ли какие-то отличия в вашей работе от других регионов? В Центральной Азии мы говорим о том, что то, что произошло в Казахстане, и мы не услышали от правозащитных организаций Казахстана, работу по тем грубым правонарушениям, которые там творятся. Очень хорошо, что наши в сети об этом много говорили, о нарушениях прав граждан в Казахстане. Но говоря о том, какова ситуация в Средней Азии и в других регионах, надо говорить о том, что у нас нет еще демократии и нет парламентаризма. Если бы все это было, мы бы говорили и о правах человека совместно с ними, когда нет парламентаризма, когда нет свободы, когда идут подкупы, когда не привлекаются к ответственности должностные лица за коррупционную деятельность или за совершение тех или иных преступлений, это говорит о том, что не совсем соблюдаются те законы. И работать правозащитниками в Центральной Азии, естественно, при таких условиях, очень сложно. Очень сложно. Я понимаю тех коллег в Казахстане, которые после давления органов власти сейчас многие находятся за границей. Я понимаю наших коллег-правозащитников, которые также журналистов, которые находятся за границей в связи с давлением со стороны власти. А вот сами вы не хотели бы бросить вот эту деятельность и жить спокойно, не пропускать через себя весь этот негатив? Вы же сталкиваетесь не только с проблемами вашими личными, которые на вас обрушились, но еще и пропускаете через себя чужую боль, чужие проблемы. Была такая мысль, что может быть жить спокойно, никого не трогать, я никого не трогаю, меня никто не трогает. Самое странное, что об этом даже просили, предлагали сами правоохранительные органы. Говорили, почему тебе не живется, как все. Но это смысл жизни. Оказывается, это смысл жизни, когда людям помогаешь, когда советуешь, когда консультируешь, защищаешь. В этом и заключается смысл жизни, и не каждый идет на это. Это, наверное, до конца жизни останется. Ну, естественно, есть страх за свою семью, есть страх за своих детей. И необходимо, чтобы обеспечивали безопасность, в первую очередь, нашей власти, зная нашу правозащитную деятельность. И необходимо, чтобы власти уважали правозащитную деятельность. Монголи очень хорошо приняли закон о правозащитниках. Почему бы, корыстно, оно не принять? А что там прописано в этих законах? О том, что необходимо создавать условия для правозащитников, создавать поле для его деятельности. А у нас государство скорее помогает или мешает? Естественно, после того, как со мной так сделали, после смерти Азимжанова, об этом трудно говорить. Насколько помогает наше государство, если правозащитник умирает в закрытом утверждении, несмотря на требования комитета против пыток, несмотря на требования международных организаций, чтобы его выпустили. Какие у вас планы мечты дальнейшей? Планы мы должны закончить с этим беспределом, который творится в первую очередь со мной. Я не знаю, когда это закончится. Если два года первая инстанция не может вынести решение. Мы говорили о том, что прокуратура прекратила обвинения в отношении меня. Это легко делается, когда нет потерпевших. Когда нет ущерба, ни одной копейки. Когда нет заявителя. Они не хотят. По вашему делу нет ни ущерба, ни заявителя, ни потерпевших. Никого нет. Никого нет, но дело есть. Дело есть. Я говорил с прокурором из Куйской области, Халбузаем, он считает, что это слишком громкое дело, и он не может это сделать. Закрыть, в смысле? Да. Отказаться от обвинения в совершении преступления. То есть, в гособвинительном выступает прокуратура из Куйской области в суде. Что могут делать правозащитники, журналисты? Это понятно. А вот обычные граждане могут сделать что-то, чтобы права человека соблюдались? Конечно. И что можно делать? Вот я же говорю, мы обычных граждан приглашаем на наше мероприятие, даже в областную госадминистрацию, для того, чтобы они рассказали органам власти о том, что с ними творится. И это получается. И это реагируют они. Во-первых, не должны они бояться. В первую очередь мы этого добиваемся. А потом идут жалобы, заявления, чтобы восстановили их нарушенные права. По все органы власти, прокуратуру, суды. Это очень хорошо, но факт, что длительное время это идет, это не очень хорошо. Когда уголовные дела прекращаются, когда не возбуждают уголовные дела. Вот сейчас законы изменили, сейчас в течение 10 дней прокуратура, куда обращаются гражданины или милиции, может отказать в возбуждении дела по факту насилия или еще по тем или иным предметам. Такое сейчас происходит. То есть без проверки должной. Раньше было хорошо, когда сразу начинали проводить следственные мероприятия. Регистрировались в РПП. И это испугало нашей власти. Естественно, сейчас будет снижаться количество заявлений. То есть получается, в первую очередь гражданам нужно начинать с себя, знать свои права и защищать. Естественно. Мы всегда говорим, хотя бы прочитайте Конституцию. Хотя бы, хотя бы прочитайте Конституцию. Мы не говорим об уголовном кодексе, уголовно-процессуальном кодексе, гражданском, процессуальном кодексе. Мы говорим о простых вещах, указывая на Конституцию, где написано черным по белому, что президент является гарантом Конституции, прав и свобод человека. А многие спрашивают, а разве к президенту можно обращаться? Мы учим. Да, можно. Потому что он гарант Конституции. Когда не решаются вопросы на местах, можно и нужно обращаться к гаранту Конституции, чтобы он восстановил его нарушенные права. Вот буквально я снова обратился к президенту. Я просил восстановить нарушенные мои права, дать ответ. Потому что я с 2020 года не могу попасть к генеральному прокурору. Меня приняли трое заместителей. Но даже после того приема личного, тремя заместителями мои права не были восстановлены. Поэтому я имею право требовать от генерального прокуратуры, чтобы он принял. Но идут отписки, что были рассмотрены твои дела тремя заместителями. То есть направляют заявление снова в Искусско-областную прокуратуру и дальше. То есть тем людям, которые нарушали мои права. А президент-то что ответил в итоге? То есть от президента идут ответы о том, что они перенаправили мое заявление к генеральному прокурору. Генеральный прокурор перенаправляет мое заявление областному прокурору. И это крутится. Такого не должно быть. То есть мы не можем остановить вот это нарушение. Мы также обращались в Совет Безопасности, где мне прямо говорят, это тоже нарушение. То есть когда заявление граждан направляется тем людям на действия, которых они жалуются. Такого не должно быть. Но это не прекращается. Это вот ответ на ваш вопрос. Хорошо ли становится, или плохо. Это не могут остановить даже генеральную прокуратуру. Это не может остановить аппарат президента. А что сможет это остановить? Это только активисты гражданского общества, правозащитные организации, международные организации, которые видят все это. Все зависит от нас. Спасибо вам большое за это интервью. Я желаю вам победы. Желаю вам успехов, удачи в вашей очень-очень непростой работе. Спасибо огромное. Спасибо, что пришли. С вами был Азаттык, Лена Нечаева. Увидимся. Спасибо. Спасибо.